Давайте сегодня поговорим про Guerlain. Бывает, просыпаешься утром и думаешь, вот сегодня хотелось бы посмотреть цены на эту марку или посмотреть цены на этот бренд. И что-то мне утром стукнуло в голову, надо купить какой-то Guerlain. У меня когда-то был один, был да всплыл. И у меня хочется какой-то новый, посмотреть, что у них вообще нового есть, потому что я в действительности очень расстроен этой маркой. И вот зашел на сайт Guerlain и узнал, что сняли очередной аромат, который мне нравился. Он мне реально нравился, а очередной аромат сняли с производства. Это Guerlain Sport. Это был обалденный аромат. Есть Guerlain Colony обалденный. Guerlain Cool есть. Это бомба. Я его не видел в магазине уже с прошлого лета. К сожалению, что не купил. Да-да, он уже много стоил, кстати, в магазине. На сайтах я давно его уже не видел. Кто видел с книгами? Шикарный летний вот этот вот Guerlain Cool. Реально охлаждающий. Не знаю, что там за ингредиенты, как это работает. Но он действительно сильно охлаждает. Но мне это сподвигло на то, что... Просто почитать про этот Guerlain. В чем идея? Потому что линейка Guerlain, она же огромная. Там есть женская длиннющая линейка. Линейка Ideal. Потом все эти, которые Habit Rouge, Vettiver, Lissana. Как он называется. Короче говоря, у них настолько много ароматов. В действительности, если так как бы, углубиться в эту историю. Что, я не знаю, есть ли смысл их все вообще тестить. Потому что есть эта линейка с такими конусовидными ароматами. Они мне все вообще одинаковые. Ну, они женские, я думаю. Поэтому я решил просто зайти, почитать про Guerlain. Уже мне интересно было. И прочитав историю про Guerlain, в принципе, мне стало все понятно с этим брендом. И что будет с ним, тоже можно очень легко спрогнозировать. Начнем с того, что, во-первых, я думаю, все это знают, все слышали. И не читая про то, что Guerlain это один из самых старых парфюмерных домов в мире. Он в 828 году был основан в год рождения Жюля Верна. Основатель, вот если я отдельно поставил, думаете, что я буду читать текст. Конечно, я буду читать текст. Как я подробно буду вам рассказывать. Pierre Guerlain, первый основатель, папа этого бренда. По тем временам он был, конечно, маэстро. Начнем с того, что Бальзак. У него пользовался его услугами парфюмерными. Он на свадьбу Наполеона III сделал аромат. Он называется, тут даже я где-то выписал, Колоний Империаль. Он продается до сих пор. Я не знаю, точно ли он продается до сих пор. Он, я так полистал, в действительности он продается. Называется он, от Эколоний Империаль. Вот он сделан был на свадьбу Наполеона III. И тоже вы поймите, что 828 год, это вот то время золотое парижское. Вот конец 19 века, начало 20 века. В принципе, Guerlain это семейный бизнес. Он просто передавался дальше к сыну, от сына, к внуку, к внуку, к правнуку. В действительности они достаточно долго рулили этим брендом чисто по-семейному. Чисто по-семейному они рулили достаточно долго эту историю. Но я просто хотел сказать то, что вот это основание компании Guerlain попалось именно на тот период финансы, когда они стали инноваторами во многом. Даже не забывайте, что Guerlain это первый официальный бренд, который выпустил помаду. Она что-то розовая была, она не была красная, она была розовая или что-то такое. Они первые придумали помаду. И в то время, когда Францена, она в культурном плане, очень сильно вверх вылетела. И тогда пошла эта музыка импрессионизмом, начало целого века, живопись. А я там, условно говоря, допустим, я вот никогда не думал, но французы, Тулуус Латре, он в первый придумывал рисовать рекламу, типа рисовать афишу. Рисовать афишу. То есть, это был тот период, вот эти вот, с середины 19 века, то есть до начала 19 века, даже, наверное, до середины 19 века, это вот этот золотой период Франции в культурном понимании. И это затронуло в том числе и парфюмерию. Это был абсолютный семейный бизнес, из внука к внука к внуку, сына к внуку, сына к внуку, сына к сыну, братья, сваты, кумья, все они этим брендом занимались до 1994 года. Когда его Жан-Поль Герлен, вот если я выписал, он продал компанию корпорации Луи Виттон Майот Хеннесси. Я вообще не знал, что есть такая корпорация. Кажется, что есть такая корпорация, все соединили вместе, и он ее продал. И так продал, что они поставили эту компанию на совсем другой... Они поставили, по сути, эту компанию на масс-маркетные рельсы. Потому что до продажи этой компании, в действительности, они годами, годами вынашивали каждый новый аромат. Я про Герлена. После продажи они за год могли по 9 ароматов делать. То есть они... Я думаю, сделка была выгодная. Но стоили ли страдания папы так ее продать? Так ее продать, что потом самому еще и уволиться. Потому что он уволился. Он вышел из семейной компании в 2002 году. Последний Герлен, это Жан-Поль Герлен. Финиш. Финиш. И да. Теперь это Луи Витонг. Майор Тхеннесси по полной программе рулит. Делает, что им надо. И в действительности, как я начал это видео, линейка зашкальная. Эти все ароматы пробовать, не перепробовать. Допустим, вот... Я на них тоже подумал. Вот этот, Том Форд. Тоже куча, 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 куча ароматов. Но у него все равно как-то... Да, ладно, не буду говорить. Я хотел сказать какую-то умную мысль, но у меня не получилось. Хотя нет, получилось. У Тома Форда тоже линейка большая. Но они все звучат по-разному. Они звучат все по-разному. И много, которые уже десятилетия существуют. У Герлен вот эта конусовидная линейка есть. Я фотографию приложу. Там вот эти вот все ароматы. Они все плюс-минус одинаково звучат. Чуть-чуть там это, чуть-чуть там то. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Но в реале... Одно и то же. Дальше, что мне разлило слегка. Когда я последний раз пришел тестить Экстрем, который я хотел себе купить еще полтора-два года назад, они же сейчас поменяли дизайн и поменяли... Все поменяли. Он реформулированный. Если поставить тот старый идеаль, вот с той красивой квадратиком, таким маленьким, этикеточка, и вот этот, который сегодня присутствует, там у них разница уже в 30-40%. То есть старый лучше, чем... дореформулированный лучше, чем перереформулированный. И они все перереформулированы. Я думаю, это вот как раз, как корона закончилась, там с 21-20-23 года, это вообще неузнаваемый для меня аромат. Насколько мне не нравилась вся эта линейка идеаль раньше, настолько мне не нравится сейчас. Но самое, что я не могу понять, зачем снимать лучшие ароматы, которые там были. Вот эти летний колонь, летний спорт, летний куль, это было бомба. Летняя бомба. В общем, вот такое. Немного покричал я на камеру, свое недовольство решил. Не то, что недовольство, просто мне было интересно, почему этот бренд больше для меня не интересен. Почему он мне больше не интересен? Вот мне было интересно, вот я об этом немножко почитал, немножко свои мысли, так сказать, до вас донес. И решил с вами поделиться, так что всем хорошего дня и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok